Сегодня пара плагиатов по украшательству X-Plane, ну точнее плагиатов, можно сказать переводов, не суть важна. Первый из них это как сделать вид в X-Plane более реалистично и совершенно бесплатно. На X-Plane.org Reshade 3.0.4, программа которая заменяет шейдеры. Скачиваем отсюда этот файл. Бросаем его, вот он у меня скачан, разархивируем его, внутри будет такой вот каталог. Содержимое этого каталога скидываем в папку 11-го X-Plane, прям все что есть здесь, то есть не вот эту вот папку, а ее содержимое. Сюда ничего нигде прописывать не надо, здесь есть OpenGL 32-ая Delilio, она при запуске автоматически подключится к X-Plane, так поэтому здесь я уже у себя за ненадобностью это все удаляю эту папку. Дальше просто запускаем X-Plane, при этом она же выводит сразу вот такое сообщение о том, что подключилась данная библиотека, но у меня грузится сразу эффект, и при первом запуске у вас этого не будет, она просто скажет дефолтную комбинацию клавиш, Shift F2, Ctrl-Shift F2 это я уже у себя перенастроил, сейчас я это покажу. Запускаем любой полет, при этом появится второй раз то же самое сообщение от данного плана. Грузится X-Plane, дальше комбинации по умолчанию, который Ctrl-Shift F2, вызываем Reshade менюшку вот эту вот, на первой закладке изначально ничего не будет, кроме вот этих вот двух кнопок, идем в панель Setting и здесь во-первых указываем путь к своему X-Plane, у каждого он понятно свой на компьютере, у меня вот такой вот, внутри это уже будет прописано, то есть внутри папки X-Plane, вот этот вот каталог Reshade Shaders and Textures будет уже тут написано, остается только указать как у вас называется каталог с X-Plane, то есть поправить вот эти две строки, потом соответственно вот в эту строку прописать комбинацию клавиш, если кому-то не устраивает, по умолчанию меня она не устраивала, тут изначально Shift F2, я сделал все Ctrl-Shift F2, то есть просто достаточно ткнув сюда мышкой нажать нужную комбинацию квеш на клавиатуре, она сменится, и по умолчанию Scroll Lock, включение и выключение эффектов, я сделал себе Shift Scroll Lock, после того как вы пропишите путь к X-Plane, зададите эти кнопки, но кнопки можно и позже задать, возвращаемся сюда в закладку Home и нажимаем Reload, после чего проходит некоторое время, программа перезагружает саму себя, вот теперь что здесь у нас после этого есть, то есть после этого во-первых появится вот это вот, все что вот есть в этой менюшке, здесь есть некоторые готовые пресеты, вот эти вот и не файлы, которые здесь собраны, они весьма специфично разнообразные, сейчас я чуть выйду из самолета, чтобы было в общем-то понятно о чем речь, не все тут понятно однозначно и кому называется что нравится, то есть на самом деле некоторые эффекты возможно даже скорее будут чего-то портить, чем добавлять, то есть есть вообще сумасшедшие эффекты, ну допустим где-то тут он был-то, вот такой вот эффект засветки, ну вообще он под ночь как бы больше предназначен, ну такая вот страшная-страшная штука, можно вот такой вот эффектик включить, можно добавить каких-то оболоков и посмотреть, в любом случае в любой момент времени вот это вот здесь набор отдельно всех этих вот эффектов, которые можно на самом деле регулировать тем или иным образом, то есть ну допустим в выделении цветов, то есть более контрастность поднимает он, ну и здесь вот включается, если какие-то шейдеры необходимы, FX это расширение именно их, можете настроить себе под себя, при таком контрастном выделении, гораздо более смотрится интересно например приборы, возможно текстуры полосы в том или ином виде, ну в общем здесь просто надо подбирать под себя некоторые вещи, с другой стороны если вот этот реактивный мод взять для ночи, то есть который называется, то есть мы уменьшим время до закатного и вообще увидим на закат, то вот автор того ролика, который на ютюбе предлагает именно его использовать, и с точки зрения того, что настройки освещения смотрятся в этом случае гораздо лучше, ну тут на вкус и цвет называется, то есть можно различными изменением различных вещей, выделением, там добавлением различных дополнительных эффектов, регулировать уже существующие пресеты, так как кому нравится, вот при этом понятно не забывая смотреть, что получается например в том же внутри самолета, в данном случае вот такое вот размыть, оно включается и здесь тоже, можно еще дополнительно размыть, но это уж я не знаю, это наверное слишком сильно на любителя, так же как вот здесь, в общем просто берем и настраиваем вот это вот как кому нравится, то есть вот это вот допустим вот основная вещь, bloom lens flare, то есть засветки от линз как бы, поэтому соответственно можно всегда-всегда поднастроить это все под себя, тут вот целая куча различных фильтров, доступных для настройки, ну по некоторым настройкам дополнительного, допустим адаптивное усилие увеличение резкости, но за всем надо присматривать сдвиг цветовой матрицы, вот видно допустим делает более блековые цвета, но включение некоторых фильтров вообще неоднозначной реакции приводит, вообще не знаю зачем это, как бы надо так играть точно не получится, какие-то вещи еще более делают блеклыми настройки, есть вещи которые тем или иным образом стилизуют освещение, как например вот это DPX делает вот цвет таким вот образом, сериализация объектов, вообще можно привести к черно-белому в общем-то к варианту, не знаю уж кому это может потребоваться, но тем не менее, ну и так далее, и так далее, и так далее, просто перебирать их достаточно долго, вот дополнительный эффект HDR, HDR, то есть High Dynamic Range, пенч цвета и света в общем экспериментируйте, называется на здоровье, если так можно вообще выразиться ну в общем, в общем поэкспериментировав, можно вот для сравнения получить картин включенный мод, отключенный мод, чтобы было более наглядно видно, что из него можно отжать, то есть вот этот вот отключенный вариант, вот этот вот включенный вариант то есть, ну, по большему счету, кому что нравится, здесь я думаю каждый сможет найти для себя цветовую схему, цветоцветовую схему того, что ему бы хотелось плюс можно после того, как настроили все это, взять, ввести какое-нибудь имя и сохранить настройки или задать настройки по новой того, что только что делали второй на сегодня мод это украшательство с точки зрения переделки зимнего ландшафта замена дефолтного эксплейновского дефолтной эксплейновской зимы которая не очень-то сильно похожа но она и в этом случае-то наверное не самая лучшая хотя, с другой стороны, при паре нисколько не лучше тоже вот это, в общем-то, у нас домодедовая также тот же самый дефолтный самолет но, в принципе, не так плохо смотрится как изначально то, что было вот, вообще автор показывает этого, вернее, тех, кого я перевожу сегодня занимательную вообще картинку то есть, видимо, в горах она смотрится еще лучше то есть, зимний пакет собственно говоря ну, вот у него вообще более как бы реалистично и вторая вещь, которая вот эта вот нужна Generic Mode Enable соответственно, утилита по установке добавки модов я в комментариях к видео сделаю вот эти две ссылки это две свободно распространяемые сам пакет соответственно и сам мод то есть, во-первых утилита по включению дополнительных модов во-вторых, соответственно к ней идет в приложении пакет зимы удобно использовать эту утилиту тем то есть, вот после того, как вы ее скачаете разархивируете ее в любой каталог gsgme и в ней надо создать и ручок то есть, чтобы не запускать приложение непосредственно из каталога explain и не замусоривать его чем бы то ни было создается ярлык в свойствах которого ну, кроме разумеется того, где находится сам экзешник программы прописывается рабочий каталог это каталог где у вас установлен explain то есть, это вот на первом этапе создаем такой вот ярлык запускать программу после этого будем именно с этого ярлыка дальше в каталоге самого лучше explain создаем каталог mods то есть, вот именно вот такой вот каталог и в этот уже каталог в него кидаем содержимое второго архива ссылку на который, соответственно, тоже будет ниже при первом запуске автор оригинального ролика рекомендует нам сделать бэкап для того, чтобы для того, чтобы это сделать нажимаем tasks и вот здесь вот generate snapshot of game files то есть, создать точку восстановления для игровых файлов после этого она попросит некий каталог куда все эти файлы игровые сохранить на случай если вы сотрете потом этот все эти моды и так далее чтобы у вас была точка отката не потребовалось внезапно переустанавливать explain если что-то пойдет не так или что-то криво там сделали и так далее в активных модах изначально ничего не будет так же, как и здесь в доступных модах изначально ничего не будет до тех пор пока вы не скопируете туда скаченную скаченную мод то есть, вот допустим вот этот вот пакедж зимы который я скачал ну, вторая ссылка и его кидаем уже в каталог mods тот, который мы создали то есть, вот это вот то, что скачали скидываем в этот каталог после этого когда запустим опять наш нашу программу лину она покажет только не с этой стороны а вот с этой вот стороны появится мод зимы ну, вот как видели я его только что отключил точно так же он легко включается как и любые другие моды подобного типа то есть нажимаем вот эту вот стрелочку сюда здесь находятся активные моды здесь доступные моды но у меня он один поэтому если он не вдруг надоел я его закидываю в обратную сторону в доступные моды и он из игры при этом отключается если я его хочу туда подключить то кидаю в другую сторону в общем все достаточно просто просто вот один раз настроить и поставить эту программку и после этого вот моды подобного типа можно устанавливать в explain что в результате получается в общем то я уже так скажем показал ну да тут конечно все равно это не убирает некоторых глюков с зеленой травой растущей из-под снега но зато все весь остальное в общем то ландшафт вполне себе становится зимним похожим на зиму так скажем но это кому хочется зимой полетать вот и вполне себе такая вот занимательная картинка в сочетании с предыдущим в общем то моду можно даже даже интересное настроить если это все надоело то в общем выключаем этот мод из доступных и все и больше он вам не мешает собственно кратко сегодня про два таких вот украшательства для i11 x-плейна и на всем все в общем то